Расскажи нам по поводу зверствований украинских нацистов, которые были на территории Старобешевского района, так как мы знаем Азов и другие подразделения здесь дислоцировались. Как они относились к местному населению? Ну, об отношении этих подразделений к местному населению, конечно, знаю просто только по словам самого же населения, потому что я с мая месяца ушел в ополчение, вступил в ряды, воевал. Вот. И изначально зашли сюда батальоны Национальной гвардии, выставили блокпосты, усиливались. Вот. После уже где-то с конца июня, начала июля уже заходили батальоны так называемые карательные. Вот. Были у них на руках списки всех ополченцев, списки тех людей, которые принимали участие в референдуме. Вот. Были номера телефонов, были известны все автомобили, адреса проживания этих людей. Вот. Ну, я, можно сказать, был в списках везде. Первым лицом. У меня даже, кстати, вот. Я нашел. После того, как мы заняли уже Стародешево, выбили их. Вот. Блокнот. Командиры подразделений Кривбаса, где указаны фамилии, адреса. Вот. Мое имя, машины, мои автомобили. То есть, их действия были уже расписаны, кого куда обозначены. Где машины отжимать, где людей наказывать. Ну, по наслышке, значит, действия были жестокими. Людей приезжали, забирали по вечерам обычно с домов. Избивали в жестокой форме. Там вывозили, в принципе, вот, проезжали. Там были. Есть у нас тут район такой, как Зортово, между Стародешево и Екатериновкой. Там было большое подразделение, около тысячи человек. С блиндажами, с окопами. Вот. Там находилась основная часть украинской области. 26 июля я был на боевых действиях под Песками. Мне сообщили вечером, в 7 часов вечера, что моего сына и отца приехали с подразделения АЗОВ. Ну, подразделение АЗОВ я уже узнал немножко позже. Вот. Приехали, забрали. Соседи видели, как избивали моего сына на улице, прикладами, ногами. Избивали отца. Сделали обыск в доме, в магазине. Искали, по-видимому, оружие. Потому что была информация такая, что якобы его сдали, как торговцы оружием. Хотя он, в принципе, за оружием. Я был, как бы так, против, переживая за своего ребенка. Против того, чтобы он брал в руки оружие. Я говорил, что достаточно будет меня одного. Всю ночь я не спал, молился за то, чтобы с ними ничего не произошло. Утром 27-го числа мне позвонили, сообщили, что сына нашли на обочине дороги убитым. На опознание приезжали только близкие, потому что, в принципе, даже нереально было его опознать. То есть не было ни лица, ни головы, ни спины. Потом, в дальнейшем, выяснилось, что они его привязали за БТРом. Пытали, били. Потом привязали за БТРом. И уже у него просто сердечный приступ произошел. Он сердце не выдержал. Он поил. Отца избили тоже очень сильно. Выбросили под Тельманова. Попал он в Тельмановскую ЦРБ. Ну, отца выходили. Сделали операцию. У него были поломаны ребра. Пробитая легкая. Отбитая почка гематомы головы. Три недели он пролежал там на лечении. Забрали документы. Он остался. Ну, забрали две машины. Мои личные. С документами полностью на весь остальной транспорт. И личными документами моего отца. Паспорт и удостоверение все. Сколько сыну лет было? Сыну было 23 года. 23 года ему было. То есть, они никак, даже не пытались выйти на контакт. Нет, я подозреваю, что там буквально произошло. Прошло несколько часов. От момента его взятия до момента смерти. То есть, подозреваю, что в районе 11 часов ночи его уже не было. Потому что, когда их перевозили, отца перевозили, эта группа приехала с Мариуполя. Перевозили их, видимо, в Мариуполь везли по трассе на Возвозг. Они уже перешукивались там, бойцы эти, возле отца. Типа того, что они для того, чтобы снять, видимо, поняли, что переборщили, снять с себя подозрение, они начали говорить о том, что он выпрыгнул с Газели и сбежал. Но этого не было. Я думаю, что арестованных просто так по одиночке в Газели даже не перевозят в кузове. По-любому ехал. На легковом автомобиле изначально. В общем, они пытались снять с себя ответственность. Ну, в принципе, вот так. Такая история. Думал изначально, что просто теперь в месте мое не будет предела. Думал, что за одного сына я готов был тысячу уложить. Вот несколько. Потому что было очень больно. И будет всегда очень больно. Ну, через мои руки уже здесь, допустим, в данный момент даже, прошло много военнопленных, которым вот смотришь на человека, как на человека, и пытаешься понять, ну, даже не знаю, как выразить это все. То есть, пытаешься все равно сохранить свои человеческие качества, и даже не думаешь о том, что этого человека просто взять, убить, к примеру, просто взять, убить. Мне, я так думаю, что на душе легче от этого не станет. Сын-то будет все равно потерян. Просто хотелось бы, конечно, обратиться ко всем тем военнослужащим украинской армии, которые, может быть, еще до конца не осознали, не поняли, что все-таки они пришли на нашу землю сюда, которую мы стоим, защищаем. Никак не русские, которым там рассказывают, что русские здесь террористы, захватчики. Мы защищаем сами себя, защищаем свою землю, свою целостность. Мы хотим нормально жить, и если уж вопрос стал так, что не целостности Украины, значит, будем образовывать свое государство, свою республику, для того, чтобы нормально жить, а не с таким правительством, которое пришло по крови к власти и препятствует обратному процессу нашему. Я думаю, грамотные люди должны сами осознать, чья это война, для кого она и нужна ли она вообще. То есть, я думаю, может просто нормально понять, что если мы решили создать республику, то, наверное, просто мирным путем все это надо было решать в свое время, а не таким образом, что против народа подняли армию неконституционным образом решили просто загнуть народ, поставить на колени. И еще больней становится, когда люди, вроде бы, рядом, живущие столько лет с нами, вроде бы, общались в семействе, много знакомых убили. Которые вот в Днепропетровской области те же кривбасы, которые стояли, батальон кривбаса, которые тоже, в принципе, не отличались своим добродушием каким-то, отличались жестокостью, по духу и идеи должны быть близки, а у нас такое непонимание во всей ситуации сложившейся. Хотелось бы, чтобы просто одумались и поняли, что здесь воюет тот народ, который живет здесь на своей земле. И мы будем воевать, и мы победим однозначно.